Бунину И одеяло струился спущенный атлас Она лежала на спине Ногие раздвоившие груди И тихо как вода в сосуде Стояла жизнью в осве А вот представьте себе та же картина «Ночь» Но ему уже не семнадцать, ему уже семьдесят Ледяная ночь, местраль Он еще не стих Лежу в окнах блеск и даль Гор холмов на их Золотой недвижный свет У постели лег Никого со мною нет То, что я от всех таю Холод в окнах блеск и даль И шмели цветы поля и колоссия И лазурь и полуден и зной Был ли счастлив ты в жизни земной И забуду я все Я сейчас не успею ответить К милосердным коленям припад Конечно, страшное испытание для русских поэтов И не только поэтов, а вообще для русских людей, которые Вынуждены были жить за границей И зная, что они вернуться не могут И большинство из них так никогда ведь и не вернулось Была иммиграция Говорит, тоже Бунин Где ты, звезда моя заветная Венец небесной красоты Где молодость большая чистая В кругу любимом и родном И старый дом Ель смолистая В сугробах белых под окном Играй, сияй, стоцветной силою Неумолима неугазимая звезда Над дальнею моей могилою Забытый Богом навсегда Все вы, конечно же, знаете Набокова как прозаика Немножко меньше мы его знаем как поэта Владимира Сирина А он был замечательным поэтом И вот это бывает так Вы помните его прозу, насыщенную деталями, отточенную Замечательную, замечательную русским языком Очень плотную В стихах все наоборот Такое создавалось ощущение, что он в стихах Отдыхал немножко от этой насыщенности Странствуя, ночуя у чужих Я гляжу на срутников моих Я ловлю их в город усквы Раковых я требую привет Кто увидит родину, кто нет Кто уснет в земле нерусской Если в зла ведь странникам даны Только сны о родине, о сны Они ничего не переменят Что скрывать случается и мне Да видеть сны счастливые во сне Я на родину в именье Еду, не могу сидеть, стою В тарантазе тряску знаю Все толчки весенних рыты Еду с непокрытой головой Белый, как платок твой из душой Слишком полной для молитвы Господи, я требую привет Кто увидит родину, кто нет Кто уснет в земле нерусской Если б знать, за годом валит год Даже тем, кто верует и ждет Даже мне бывает грустно Только сон утешит иногда Не на области и города Не на области и села Вся Россия делится на сны Что несчетным странникам даны На чужебине ночью долгой Господи, я требую примет Отвяжись, я тебя умоляю Вечер кончен, в жизни затих Я беспомощен, я умираю От слепых наплываний твоих Тот, кто вольно Отчизну покинул Волен быть на вершинах О ней Но теперь я спустился В долину И теперь приближаться Не смей Навсегда Я готов Затаиться И без имени жить Я готов Чтоб с тобою и в снах Не сходиться Отказаться От всяческих слов Обезгромить Обезгромить Себя Искалечить Не касаться Любимейших книг Променять На любое Наречие Все, что есть у меня Мой язык Но за это Россия Сквозь слезы Сквозь траву Двух Несмешных Могил Сквозь Размытые Пятна Березы Сквозь Все то, Чем я Свооружил А дорогими Слепыми Глазами Не гляди На меня Пожалей Не нащупывай Угольной Яме Не нащупай Жизни Моей Ибо Годы Прошли И столетия И за горе Самую Застыд Поздно Поздно Никто Не ответит И душа Никого Не простит Слепыми Слепыми Романчу Державину Потрясающая Книжка Где этот Замечательный Человек Предстаёт Просто Авантюрный Роман Замечательный Замечательный Совершенно Но он и поэт Очень хороший Коротенькая Совсем Песенка Совсем Коротенькая Даже не песенка А так Вздох какой-то Было На улице Полутемно Стукнуло Где-то Под крышей Окно Свет Промелькнул Занавеска Взвелась Быстрый Тень Со стены Сорвалась Счастлив Кто падает Вниз головой Мир Для него Хоть на миг А иной АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё, Ханасьевич «Открыти» Канат охотится Называется От крыши До крыши Протянут Канат Легко И свободно И идёт Карабат В руках Его Полка Он Весь, как весы, А зрители снизу Содрали носы. Налево старушка Глядит из окна, Направо гуляка С бокалом вина. Но небо прозрачно И прочен канат, Легко и свободно Идет акробат. А если сподкнувшись, Фигляр упадет, И овнув закрестится, Народ, поэт, Проходи с безучастным лицом, Ты сам не таким ли Живешь, репесок? Я не помню, он был или не был, Этот вечер закатом зари. С женой раздвинуто Низкое небо, И на желтой заре фонари. Я сидел у окна, Переполненном зале, Ведь это пели Смычки о любви. Я послал тебе черную розу В бокале золотого, Как небо, ай, ты взглянула, Я принял смущенно и дерзко, Взгляд надменный И отдал поклон. Обратясь к ковареру Намеренно резко, Ты сказала, и этот влюбленный, И на чаши в ответ Что-то грянули струны, Вдохновенно запели Смычки. Но была ты со мной Всем смущением и умным, Чуть заметным Дрожанием руки. Ты взметнулась Движением Испуганной птицы, И прошла, Словно сон мой, легка. И вздохнули духи, Загремали лесницы, Прошептали, ой, шелка. Но из глуби зеркал Ты мне взгляды бросала, И бросая, Кричала, лови. И маниста кричала, Цыганка кричала, Там плясала и бежала В царе о любви. Я думаю, вам это и так понятно. Кстати, интересно, недавно, месяц назад, у меня была очередная беседа с моим другом Александром Семеновичем Кушнером, мы с ним встречаемся редко, но говорим всегда только о поэзии почему-то. И мы с ним сказали, знаете, Саша, я говорю, если бы от символистов оставить Анин, Анинского.